Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И переходим к следующей новости. Ставрополь вошло в топ-20 национального рейтинга инвестиционного климата регионов. Ежегодные результаты озвучили на Петербургском международном экономическом форуме. Наш регион по сравнению с прошлым годом улучшил свой результат на три позиции. По поручению губернатора Владимира Владимирова на Ставрополе продолжают создавать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса. В 2023 году в экономику края поступило более 300 миллиардов рублей инвестиций. Выборы губернатора Ставропольского края состоятся 8 сентября 2024 года. Такое решение приняли парламентарии на внеочередном заседании Думы регионов в соответствии с федеральным и краевым законодательством. Существует федеральный закон, что все выборы у нас, единый день выборов, он проводится, это второе воскресенье сентября месяца. Ну, по положению, значит, регионы, те, которые, значит, проходятся выборы именно первых лиц, значит, они должны пройти обязательно через Думу Ставропольского края. И сегодня мы с 7 числа приняли такое решение провести. Оно дает нам право узаконить. И самое главное, мы даем информацию. В 16-й школе Солнечнодольска капитально отремонтируют спортзал. Там покрасят стены и потолок, заменят электропроводку, уложат современное напольное покрытие. Также закупят современный инвентарь. Работы проводят по региональному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекты образования. О других новостях края расскажем в нашем обзоре. В селе Кочубеевском на улице Тенистой завершается строительство школы на 440 мест. Там разместятся спортивные и гимнастические залы, медицинский пункт, библиотека, столовая и актовый зал. На прилегающей территории обустроили стадион и игровые зоны, сообщили в региональном Минздраве. Возводят школу по госпрограмме развития Северокавказского федерального округа. В Ипатово стартовал капитальный ремонт инфекционного отделения районной больницы. Здание обновят коммуникации, окна и двери, сообщили в региональном Минздраве. Также обновят полы, кровлю и фасад. Работы проводят по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. Завершить ремонт планируют в конце осени. В селе Арбельяновке завершается ремонт дороги на улице Речной. Там поменяли покрытие проезжей части и тротуаров. Установили знаки, сообщили в региональном Миндоре. Скоро нанесут новую разметку. Работы проводят по краевой программе развития транспортной системы. И переходим к происшествиям. Конфеты с сюрпризом. 18-летняя девушка пыталась передать своему знакомому в места лишения свободы посылку. В кондитерских изделиях спрятано было наркотическое вещество. Сотрудники исправительной колонии изъяли незаконную передачку и отправили на экспертизу. Курьеру грозит суровое наказание. А других ЧП в оперативной сводке. Убийство на кладбище. В Михайловске компания выпивала в неподходящем для этого месте. Произошел конфликт. Две приятельницы напали на 63-летнего собутыльника и избили до смерти. Злоумышленницы спрятали тело мужчины в лесополосе. Возбуждено уголовное дело. Подросток-байкер. В Ипатовском округе за руль спортивного мотоцикла сел 13-летний ребенок. Мальчик, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества и врезался в автомобиль. Юный байкер получил несколько переломов. От травмы головы спас шлем. Проводится проверка. Пойман на горячем. В Ставрополе 20-летний гражданин разгуливал по городскому парку с оружием в руках. Сотрудники полиции задержали мужчину. В ходе разбирательства установлено. Парень украл страйкбольный автомат и пистолет из развлекательного тира. Пока продавец отсутствовал в палатке, злоумышленник перебрался через стойку и похитил имущество на 29 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В начале лета в Ставрополе уже 8 лет подряд открывают свадебный сезон. В этот раз в торжественной обстановке зарегистрировали брак сразу трех пар одновременно. А также поздравили супругов, которые женаты полвека. Юбиляры передали семейный очаг вновь созданным семьям. Как прошла церемония и какие сюрпризы приготовила наш корреспондент Кристина Бородюк. Расскажем в сюжете. Регистрация брака – один из самых трогательных и важных моментов в жизни каждой пары. Новый этап и новая жизнь. Руслан и Алена познакомились около трех лет назад. Молодой человек жил в Москве, а его будущая жена – в Ставрополе. Парень с девушкой общались на расстоянии, но после долгой разлуки решили не медлить со свадьбой. Познакомились случайно, общались на расстоянии год. Ну и потом я переехал, начали жить вместе. Только мы четыре года уже вместе. Ну, с три с половиной. Я в Ковароке. Да. На расстоянии все? На расстоянии. Год мы общались, я не верила в эти отношения. Вот мой муж. Никто не верил. Да, он только на самом деле нас спас. Мы стали мужем и женой. Какие ощущения? Новые, волнительные. 7 июня в Ставрополе традиционно открыли свадебный сезон. Торжественная церемония прошла одновременно для трех пар. Такие мероприятия в краевой столице проводят уже семь лет. Ни одна пара с 17-го года, которая в этот день зарегистрировалась, не распалась. Вы слышали? Это вам такой наш наказ. Я хочу сказать, что сама прожив с мужем 53 года, еще до этого 5 лет встречались, могу вам сказать, что в жизни главнее семьи нет ничего. Семья и родина есть две вещи, которые должны быть незыблемы для каждого человека. Семейный очаг молодоженам передали ставропольские юбиляры. 19 апреля 24-го года Валерия и Наталья Богославцевы отметили золотую свадьбу. 50 лет вместе и вот какой секрет крепких отношений. Жена смушалась и везде была за мной. За мужем получается? Да. За мужем. Куда иголка, туда и нитка. Это первый момент. А второй момент. У нас вместе увлечение. Ну, то есть, мы как бы живем не так каждой своей там жизнью. У нас общие друзья. Вот мы же вместе там учились техниками. Вот. И мы так и продолжаем. Поздравили молодоженов и родственники. Даже самые маленькие. Поздравляю их, чтобы у них в семье проходило все хорошо, здоровье и счастье. Чтобы они всегда друг друга любили и уважали. Поженятся и будут вместе навсегда. Для пар выступили ставропольские артисты. Вот это все мероприятие, оно предназначено для молодежи, чтобы увидели самое главное в нашей жизни – это семья. И они уделяли особое внимание семье, воспитанию детей. И тогда из маленькой ячейки нашего общества вырастает могучая наша страна. Лето и осень – самая горячая пора для подачи заявлений и создания семей. Для меня и моего жениха сегодня тоже знаменательный день. Мы решили сделать второй шаг на пути к формированию нашей семьи. И идем подавать заявления в ЗАГС. Расписаться мы решили в октябре. Поэтому уже готовятся стать мужем и женой Кристина Бородюк и Максим Казьмин. А запечатлел момент Артем Хорошилов. Ставропольское телевидение. На этом у нас все. Еще больше новостей вы сможете найти на нашем сайте stv24.tv или в социальных сетях. Также вы можете присылать нам свои обращения на номер 8 928 350 8070. В студии был Роман Выстроп. Я с вами прощаюсь. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!